Алло. Григорий, привет. Да, привет еще раз. Послушай, нашел для тебя новость для расследования. Тут киберпартизаны выложили данные ДНОН военных преступников, которые в Беларуси были. Слушай, а можно я тебе новость предложу? А ты не хочешь позвонить в СБУ и спросить, почему они делали ПВШ-ю? Ты человека пытают. Двух этнических белорусов, братьев Канановичей. Ну вот ищи номер, звони, выясняй. Правда, тебя сразу за жопу возьмут, и тебе запрещено ваших хозяев в СБУ трогать. Я знаю, и ты сосцыше, никогда этого не сделаешь. Ну, а что? Так помочь себе с этим расследованием? Позвонить в СБУ? Звони в СБУ, выясняй, что с братьями Канановичами, этническими белорусами, которых они пытают несколько месяцев и шьют липовое дело. Но вы все, придурки, об этом даже не знаете, потому что вам наплевать на Беларусь, на белорусов, на нашу страну. А тебе не певать, чтобы быть? Да, есть, конечно. Подробности про братьев Канановичей. Я, кстати, недавно был в Гомельской области. Слушай, как над тобой там все ржут, а? И в Октябрьском, и в Лоеве, и в Гомеле, значит, все над тобой ржут просто вот, ну... Сделай про это программу. Сделай. Чтобы я посмотрел, есть такие люди. Про тебя делать программу? Кто ты такой, чтобы про тебя уже делать программу? Тебя никто не знает, только вот там твои, значит, земляки над тобой ржут всегда, и все. Да кто конкретно? Потому что никто не ржет, на самом деле. Сотни людей во всех залах. Ну, это неправда. Я тебе не верю. Ты неправду. Ты умеешь неправду говорить. Никогда в жизни я не говорил неправду. Кстати, а тебе рассказали про Арсень, его и кушали? А то я смотрел, ты там, это самое, пытался найти, чтобы тебе кто-то рассказал, но что, нашли хоть одного? Ты в прошлый раз не знал, потом просил. Да, 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 просил. Просил, чтобы тебе рассказали, да. И тебе никто не рассказал, да? Да, никто не рассказал. Ну, потому что вы все тупые, ну... Короче, а земляков тебе, что ты, значит, позоришь, и все над тобой смеются? Вот, я тебе назвал, где я был. Гомель, Лоев и Октябрьский. Ну, там люди с Октябрьского приезжали, из Брагина приезжали. Ну, в общем, очень-то смешно, и очень все потешаются. Но я даже общался с людьми в Гомеле и в Лоеве. Так на какое мероприятие приезжали? По поводу? Мероприятие «Дорогами мужества и стойкости». Ты, может, ну... Ты же даже не знаешь, что происходило в Лоеве при форсировании Днепра. Ты не знаешь, что происходило в Гомеле в начале операции «Багратион». Ты никогда не был в музеях народной памяти. Тебе плевать на историю, тебе плевать на свой край, тебе плевать на свой народ, тебе плевать на этнических белорусов, которых мучает СБУ. И тебе просто это ничего не интересно. Ты просто занимаешься своими извращениями в Литве. И, значит, занимайся этим дальше. Кто же тебе мешает? Григорий, ты не прав. Я с тобой не согласен. Мне, конечно, не плевать. Ты же не знаешь историю своего края. Ну, ты же не знаешь историю своего края. Ну, такая Наталья Арсеньева, ты не знаешь. Ни один ЗМАГАР тебе об этом не рассказал, потому что вы все полицайское отребье. Ну, вы все полицайское отребье. Ну, потому что... Да, мне это неправильно. Ну, батальоны третьи... Третий батальон СД под каким флагом был? Я не в курсе. Откуда у тебя такая информация? Белокрасно-белым флагом. С 41-го по 44-й год... Какой флаг был на фотке? Забей, белорусские полицаи, белорусские коллаборанты. С 41-го по 44-й год какой флаг был? Забивай, забивай. Белорусские полицаи. Да. И смотри хронику. Смотри портреты Гитлера. Смотри газеты. Нехай живе новая Беларусь с Третьим Рейхом. Точно. Точно, да. Прикинь. Смотри. Ну, прикинь, да. Вы, вот смотри на себя. Вон вы, ЗМАГАРЫ, полицаи, коллаборанты, фашистские хауи. Из фашистской Германии. Слушай, да как быть тогда с российским триколором, под которым тоже приветствовали фашистов? Вот вы настолько тупые, что вам дали одну методичку, вы ее отрабатываете. Власовская армия не использовала триколор. Она использовала только некоторые ее подразделения. Это первое. Она использовала Андреевский флаг. Значит, с символикой роа. Это первое. Второе. В отличие от вашего, значит, полицейской анучи, которую придумали в семнадцатом году, триколор использовался за триста лет до этого. С Петра Первого и даже раньше, с палеологов. Ну, ты же настолько тупой, что ты даже слов таких не знаешь, понимаешь? Так и БЧБ же использовался куда раньше, чем... Где? В семнадцатом году его придумал Душ Дужевский. Он об этом написал. Что вот, я добавил, значит, просто Беларусь, это, значит, типа белый, и мы добавляем социалистическую полоску. Это был, значит, символ социалистов. Но ты же тупой, ты же это ничего не читал никогда. Ты этого не знаешь, да? Да я в этом тупой, конечно. Хорошо, что ты меня просветил. Ну, так вот, я тебе рассказываю, просвещаю. А я тебе даже больше скажу. Значит, ваш Белокрасно-Белый был только при оккупантах, значит, в восемнадцатом году при немцах. Ты знаешь про телеграмму Кайзеру? Я не знаю. Ой, какой тупой, господи. Телеграмма Кайзеру. Значит, принимают они там свои эти уставные грамоты, все остальное, и пишут Кайзеру Вильгельму, что только с Немедшиной мы сможем построить незалежную Беларусь у рамка Германской империи. И просили, значит, там денег. Ну, короче, как вы, Халуи. Это когда? Это в семнадцатом году или когда? Это восемнадцатый год. Восемнадцатый, так. Дальше. Вторая оккупация, сорок первый. Значит, ну, мы, вас тогда мы вышвырнули белорусы нормальные, создали бы СССР. Значит, потом сорок первый год. Снова вы пришли, и снова, значит, вот ты только что смотрел фотографии. Наталья Арсеньева, Белорусская газета, Франц Кушель, Гауляйтер Куба, вы там школки начинаете открывать. И уничтожаете партизан, убиваете людей. Вот моего деда одного сдал полицай немцам, значит, ну, вот такой, как вы, значит, под домик немецких Халуи. Который под БЧБ, да, 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 вот именно. Значит, и следующий раз, девяносто первый год, американская оккупация, без всякого референдума, а волюнтаристский Верховный Совет принимает эту полицайскую тряпку. С третьего раза Шушкевич продвинул, значит, манипуляциями и махинациями. Вот, но потом приходит Лукашенко и проводит референдум, на котором этот полицайскую анучу выкидывают на свалку истории вместе с вами, тупыми змагарами. Так а чего он присягу принимал под БЧБ Лукашенко? Вот вам опять же, вам раздали методичку, и ты тупой, значит, ее все время повторяешь. Он был президентом избранным, он принимал присягу, принял присягу по тем законам, потом обратился к народу и символику изменили. Что вам непонятно? А, все, хорошо. Так а Василия Быкова тоже можно считать полицаем? Василия Быкова, ты хоть одно произведение читал? Не одно. Ну вот тупица. Первое произведение «Стяг бригады». Про то, как он, как оказавшийся в тылу солдат спасает красное знамя. Сотникова читал? Не, не читал. Не читал, ничего не читал. Ни журавлиный крик не читал. Вот видишь, я же все ваше знаю и читал. А вы туповатые, значит, ну простые, как валенки. Даже не валенки, как, ну, амебы, как бревна. Значит, вот этот самый Сотников, про предателя, который пошел служить немцам, рыбака. Но рыбак потом покаялся. Но это не вы, не вы. А вот вы Портновы. Посмотри, кто такой Портнов. Посмотри великий фильм «Шипитька». Его играл Гостюхин. Значит, рыбака играл Гостюхин. А Сотников — это советский патриот, который оказался, остался верен Советскому Союзу, Красному Знамени, значит, и «Мученический погиб». И великий фильм, значит. Потом «Знак беды». Прекрасный фильм Ташук снимал. Ну, а то, что его в 90-е окружили БНФ-овцы и посулили ему Нобелевскую премию, и он, так сказать, проявил не самое лучшее человеческое качество, так ты заметь, наш президент не выкидывал его школьных программ за то, что он там был в БНФ, там еще что-то. Никак его память, так сказать, не принижал. И он по-прежнему великий белорусский писатель. И мы все его читаем. В отличие от вас, тупых змогаров. Все правильно. А стихи писал Василь Быгл? Господи. Это третий вопрос по методичке. Ты перестань писать. Ты перестань писать свои бездарные, лживые стишки. Не, я про то, что все вокруг тупые, так я вот хочу тебе напомнить, что твой президент тупой. Еще какой. Так, вот значит, оскорблять президента это просто низость, гадость, мелочь и подлость. Он бандюга обыкновенный. Необыкновенный, даже необыкновенный. Слушай, придурок. Ну, послушай, сказать, что Скорина жил в Питере, сказать, что Василь Быков писал стихи. Да главное, что ты никогда не будешь больше жить. Ни в Минске, ни в Октябрьском. Что вы всегда будете там. Да, отлично, нам тут хорошо. Вот, и не надо. Вот, видишь. Вот и отлично. Хорошо, что выбрались из этой дыры. О, Беларусь, дыра у тебя, да? Отлично, что вы... Смотри, съезди в Октябрьский и поживи там. Видишь, как я твою сущность-то проявил. Я из города Лепеля родом. Я знаю, как живет Клубинка, прекрасно она живет. Ну, так вот и есть в Октябрьский и поживи там. И поработай в червоном костричнике в газете. И съезди в колхозы, посмотри. И сделай хорошие там сюжеты. Съезди в колхозы, прекрасная наша страна. И работал я педагогом-организатором и прекрасно все знаю, как живут простые люди. И они как раз-таки непростые. Вот вы простые, как амебы, но все-таки классно я тебя расчехлил. Значит, надеюсь, ты это не вырежешь, что Беларусь дыра и слава богу, что вы съехали. Самая настоящая дыра Беларусь. Вот ваше отношение. Вот ваше отношение к родной стране. И сателлит России. Слушай, а Литва чей сателлит? Беларусь принимает свои законы так, как считает нужным, потому что мы независимое государство. А Литве вашей больной сказали на Китай вякать, она вякает. Ей сказали на Россию вякать, она вякает. Это их дело. Это их дело. Я за Беларусь отвечаю. Беларусь под оккупацией российской. Вон, приехали на учения и давай бомбить Украину. Что это за независимость такая? У нас суверенно-независимое государство. Россия наш союзник. Наш настоящий союзник, с которым мы всегда будем строить союз и никогда ее не предадим. Но все-таки я доволен. Как же я вас расчехлил, а? Вот ты какой. Ну, молодец. Ну, молодец. Ну, хорошо. Вот. Беларусь, дыра. Напиши себе сзади на фоне. Ты вот так вот выступай, чтобы люди знали, как ты к ним относишься. Беларусь совковая дыра. Повторяю. Вот, давай, давай, давай. Пусть говно это из тебя льется. Проявляйся, проявляйся. Давай. Так и есть. То есть говно вот это ваша пропаганда приносит. Вот это твой президент приносит. Я тебе принес только просвещение. Я тебе рассказал про историю. Спасибо тебе большое. Про Василия Быкова, про Наталью Арсеньевну. Ты ж тупой, ты ничего не знал. Так Василия Быкова можно фашистом считать. Он же отстаивал вот это все бочебешное. Нет, просто на старости лет сошел с ума и был очень тщеславный человек. А, вот так. Прочитая его, кстати, последнее произведение, вот эта «Дорога до дома», «Стена», просто даже за предательство талант пропал. За предательство талант пропал и это читать невозможно. В отличие от первых его главных произведений. Ага, понятно. Но то, что он под конец жизни сошел с ума, это не означает, что мы будем выкидывать его предыдущее произведение. Я тебе, в общем-то, хотел сюжет посоветовать тоже. Если ты за справедливость, смотри, есть, значит, личные данные 33-х кремлевских боевиков ЧВК «Вагнер». Теперь на черной карте оккупантов есть. Скоро они постучатся в твою дверь. Да-да-да. Об этом пират. Ну. И вот, вместо того, чтобы добавить этих головорезов в список террористов, усатый, ну так, это со слов пишут они, телеграммка, усатый, добавляет туда политиков и блогеров. А реальных террористов, которые потом идут с оружием в Украину, он выпускает на свободу. Вот, про это. Не хочешь сделать сюжет? Нет. Я сделаю сюжет, когда тебя арестуют, доставят в Беларусь, я сделаю сюжет. Потому что называть свою страну дырой и проклинать своих предков и не знать их историю, это преступление, за которое рано или поздно придет наказание. И об этом я сделаю сюжет. А что, я так не могу думать? Мне запрещено? Это нравственно подло. Это нравственно подло быть такой вот гнидой и сволочью. Так это запрещено? Это запрещено по закону? Нет, нет, но просто реванш, реванш неизбежен, реванш неизбежен. Предки, история, родная страна, когда в нее плюют, давай лучше предки. Пускай предки будут и обижаться, а не ты. А ты терпи. Ну, как можешь? Нет, я... Что мне терпеть? Ты кто такой? Я тебя как человека не воспринимаю. Я как тебя человека не воспринимаю. Что мне тебя терпеть? Поговорил же со мной. Просветил меня. Спасибо тебе. Ну, может, хоть чуть-чуть дойдет. Смотри, вот фоточки белорусские полицаи гугли. Вот смотри фоточки. Там вот Наталья Арсеньева. Там вот все они есть. Вот посмотри. Хорошо, хорошо. Ну, себя узнаешь. Хорошо. Ты же тоже под фашистами ходишь, под властью фашистской. Я нахожусь под антифашистской властью, которая борется с нацизмом и не дает ему возродиться и на родной земле и не даст нигде в мире. Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Ты хоть знаешь, кто это сказал? Черчилль. Нет. Ты тупой. Это сказал Георгий Жуков, которого вы все проклинаете, и сносите памятники, которого вы... Сейчас загублю. Ну, посмотри. Сейчас загублю. Так, фашисты будущего. Ага. И точно, смотри-ка ты. Ну, видишь, ты какой-то тупой, а? Ты не произносил фразы, фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Ну, подожди. Сейчас узнаем. Ну, это сказал Жуков. Подожди, сейчас. Не, я могу и ошибиться, честно. Ну, перепроверить надо. Не все же в голове. Второй человек, которому эта фраза иногда... А, подожди. Однако сомнительно... Второй человек, которому эту фразу иногда, но не у нас, знаю только... Приписывают и Ньяцио Силоне, итальянский писатель и левый политик-антифашист. Но это не он. Вот, видишь, в Италии были левые. И только у нас уродились такие... И только у нас уродились такие полицаи и подонки, как ты. А даже в Италии есть здравомыслящие люди. Подожди, так я не понял, чья эта фраза. Судя по всему, эта фраза – адаптированный вариант начала газетной заметки одного профессора из США. Если фашизм пройдет, в Америку он придет не с биркой, сделанной в Германии, не со свастикой, даже не будет называться фашизмом, а он будет, конечно, американизмом. О, видишь как, про твою святую Америку. Патриоты все уже говорили, значит. Видишь, фашистское нацистское государство. Сейчас, подожди. Сейчас, еще посмотрим один источник. Так, 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 так. Не работать надо, будем прощаться, нет? Ну ладно, давай, ладно, Григорий, все. Ты не свечись, не злись. Все, звони еще. Ну давай, да, пока. Чего мне на тебя злиться? Звони, если что. Ну за это, за совковую дыру ты злишься. Не злись. Я имею на это право говорить. Нет, так наоборот, я надеюсь, ты это не вырежешь. Я надеюсь, ты это не вырежешь, чтобы люди понимали, как ЗМГР относятся к своей стране. Большинство меня поддержит. Вот мы с подписчиками посмотрим. Ну, нет, так у тебя же там это стадо сектантов, ну, конечно, они поддержат тебя. Так а у тебя не стадо? Ну что ты так такими категориями смеешься? У меня вся страна, у меня вся страна, 9 миллионов поддерживающих президента. Чем ты меряешь? Как 9 миллионов не может поддерживать президента? Не может его поддерживать. Ну, вот там 1200 или 100, или сколько там, 20-30 выехало сумасшедшего стада, а все остальные поддерживают. Не, Григорий, ты живешь в другой реальности. Ладно, пока. Ладно, все.